Страна отмечает 68 лет своего существования, в течение которых Израиль добился больших успехов в науке, технологии, сельском хозяйстве и многом другом. Однако, каково состояние израильского общества? Насколько успешно уживаются между собой и в стране харидимы светские, правые и левые, а в особенности русскоязычные граждане? Об этом наш сегодняшний выпуск. Здравствуйте, друзья, с праздником, с Днем независимости. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. С праздником. С праздником всех. А сегодня с нами на связи также социолог доктор Моше Кенигстин, руководитель Дома ученых в Тель-Авиве. Моше, здравствуйте, вы слышите нас? Да, слышу, привет. Прекрасно, с праздником вас, Моше. Спасибо, дорогой, вас тоже. Спасибо. Моше, вот в одном из последних исследований мы сегодня хотим как бы подытожить историю нашего молодого государства. В одном из последних исследований, проведенных институтом Jewish People Policy Institute, исследование, которое называется «Еврейский плюрализм в Израиле», оно, в принципе, само исследование поставило цель выяснить, как израильские евреи относятся друг к другу и к представителям других национальностей и конфессий. И опрос, который проделал этот институт, показал, что евреи-израильтяне считают, что арабы-мусульмане, а также представители ультра-ортодоксальной общины и левого лагеря вносят наименьший вклад в успехи и достижения страны и, соответственно, негативно воспринимаются израильским обществом. Это подытожил, таким образом, Шмуэль Рознер, руководитель группы этих исследователей. В свою очередь, ультра-ортодоксальные евреи считают, что реформисты и арабы-мусульмане вредят стране, а представители светского населения, в свою очередь, негативно относятся к учащимся ишив и, как они их называют, нищим досам. Скорее всего, это не сильно удивительные для нас данные, но как все-таки вы, как социолог, человек, который изучал все эти проблемы, в том числе проблему русскоязычных израильтян, как вы можете прокомментировать саму тенденцию такой разнополярности в канун годовщины 68-го дня независимости страны? Я боюсь, что вас разочарую, но создается впечатление, что это исследование не еврейского плюрализма, а исследование еврейской ксенофобии. Потому что в нем ставятся вопросы, делаются выводы о том, как разные группы населения Израиля друг друга терпеть не могут, ненавидят и низко оценивают. Я считаю, такие исследования, они просто совершенно недопустимы, понимаете? Главное, если это наука, если это научные исследования, они явно претендуют на это. Должна быть установка на позитивные отношения, на выявление позитивных каких-то мнений и оценок, особенно в таком деликатном вопросе, как отношения между различными этническими, конфессиональными, культурными группами населения. Хорошо. Все-таки, если говорить о причинах вот этих разрывов, вы видите тенденцию увеличения? Да, разумеется, я вижу, да. Конечно, и вы видите, все видят, особенно в последнее время, последние годы. Мы просто, помните, когда мы приехали сюда в начале 90-х годов, была абсолютно уверена в том, что общество консолидируется, интегрируется, что мы тоже, как русскоязычные израильтяне, довольно быстро, так сказать, найдем свое место под израильским солнцем, в израильском обществе, в израильской экономике, в израильской культуре. Но до сих пор мы, как выяснить, решаем проблемы так называемого стеклянного потолка, равноправия, законодательства, которое там, скажем, не учитывает наши интересы. Это может радовать. Радовать. Я говорю с позиции не только социолога, но и с позиции гражданина. Меня это абсолютно не радует. И меня не радует, как социолога, в профессиональном плане не радуют такие исследования, которые не сближают позиции, не работают на консолидацию израильского общества, а работают, наоборот, на его разобщение и конфронтацию различных групп. Хорошо. Вот говоря действительно о проблеме вот этой тенденции разнополярности, я хочу подключить к разговору Игоря Диона. Игорь, в чем все-таки причина увеличивающейся такой разнополярности, раскола? Вот как Мышей отметил за последние 25 лет, в принципе, срок не такой большой для страны. Ну, срок для страны небольшой, но история нашего народа, она насчитана намного больше лет, и она тянется оттуда. Наш народ был основан на очень таком высоком духовном принципе, принципе любви к ближнему, когда люди действительно чувствовали себя единым целым и очень близкими друг к другу. Потом эти связи разорвались и нарушились. И сейчас у нас, в принципе, в обществе не существует объединяющая идея. Вот я согласен с тем, что говорит наш уважаемый социолог, эксперт, что мы приехали к себе домой наконец-то. Да, было такое ощущение. И обнаружилось, что... Даже у меня, как у ребенка. Да, и обнаружилось, что дома-то на самом-то деле нет. И строить его как-то не очень собираются. Каждый построил себе по квартирке, а общий дом не получился. И вот это последствия этого мы сегодня и пожинаем. Мы не имеем какой-то общей объединяющей идеи, которая заставит нас выйти каждого из своей квартирки и построить общую крышу, общий дом для всех. Моше, почему у нас не получается построить общий дом? По-вашему. Смотрите, тут целый комплекс причин и исторических, безусловно, и социальных, экономических, каких угодно. Но я считаю, главное, мы живем в одном обществе. Это главный соединяющий, консолидирующий фактор в одной стране. Мы все работаем, или большинство из нас работает в одной экономике. Наши дети учатся, значит, это общая система образования. За исключением, как вы знаете, скажем, частного харидимного образования. То есть объективная основа для консолидации, для единства существует. Значит, нужно убрать, преодолеть барьеры, препятствия, которые мешают этому. Так, вот это наша задача, я считаю. В том числе задача ученых-социологов должна быть направлена не на то, чтобы выявлять, кто больше, так сказать, в нее, какая группа внесла больше вклад, а какая, наоборот, меньше вклад. Потому что это как самый настоящий негативный стереотип, который распространяется. То есть изначально те вопросы, которые использовались в этом опроснике, они как бы были настроены именно на этот негативный подход? Абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Понятно. Игорь, скажите, когда вы говорили об общающей идее, то есть это нечто дополнительное к тому, что Моше говорит? Это не дополнительное, это основа. Это основа нашего народа. Та идея, на которой наш народ был построен. Искать нужно то, что нас объединяет. И искать, в общем-то, особо не надо. Потому что в нашем народе живет тот ген духовной любви к ближнему, на основе которого и был осознан наш народ в свое время. Его нужно только найти в себе, и он сделает все остальное. Он нас соединит в единое целое, как это было многие-многие века назад. Моше, вот касательно русскоязычных израильтян, по данным ЦСБ, во всяком случае, за 13 лет, если взять какой-то промежуток существования нашей страны, с 90 по 2013 год, из 511 тысяч израильтян, покинувших страну, 140 почти тысяч – это репатрианты из бывшего СССР. Нам, может, не нравятся, может быть, такие цифры. Вот недавно был показан такой документальный фильм по 10 каналу, который тоже очень много обсуждался, порицался русской улицей. Но все-таки цифры говорят сами за себя. Почему-то тут не приживается довольно-таки немалая часть бывших выходцев из СНГ. Вы согласны с этим, и как это объяснить? Слушайте, мы в начале 21 века живем, в эпоху глобализации, массовых миграций, и мы снова возвращаемся к этому бабушкиному сундуку, вытаскиваем из него вот эти опять-таки негативные стереотипы по отношению к проблемам миграции. Понимаете, совершенно недопустимая вещь. Проблема в том, что всегда, когда есть и миграция, миграция всегда есть и отъезд, и миграция. То есть в значительных, в определенных пропорциях и внутри страны, и между странами люди, мигранты, которые приезжают на новое место, потом они уезжают обратно или уезжают в третье место, пока не найдут себя, пока не найдут социум, подходящий для себя. Это нормальное явление, абсолютно. Насколько мне известно, по данным той же статистики, по данным исследований, значит, порядка 40% французских евреев, которые приезжают в Израиль, репатрируются в Израиль, возвращаются обратно. Порядка 40%. Порядка 30% американских евреев возвращаются обратно, при том, что это в основном религиозные евреи. Понимаете? То есть их связь с Израилем более глубокая, более как бы духовная, скажем так. Наоборот, я считаю, что русские евреи меньше других уезжают из Израиля, меньше, чем те же французы или американцы, или аргентинцы, которые пару лет назад, когда там был кризис, приехали сюда, несколько тысяч аргентинских евреев, они почти все вернулись назад. Почти все. Если вы так это преподносите, то у нас есть еще один повод, Игорь, в этот праздник порадоваться. То есть не так плохи наши дела. Ну, наши дела действительно неплохи, потому что, во-первых, мы видим картину, которая реально перед нами существует, и, во-вторых, если мы ее видим, мы ее можем исправить, то, что нам не устраивает в этой картине. Однако, все равно, мне кажется, есть повод нам всем подумать о том, почему все-таки люди уезжают. Я согласен с Муше, что это нормальный, естественный процесс. Люди ищут там, где им лучше. Почему они уезжают? Потому что они не смогли здесь наладить нормальные, теплые взаимоотношения с окружением, со своим. Если бы у меня были теплые, хорошие, крепкие связи с окружающими меня людьми, я бы не уехал отсюда. А когда они... Коллега, я прошу прощения, я вас прерву, я с вами не согласен. Уезжают не только те, у кого не сложилась, скажем, интеграция, и профессиональная, и социальная, и так далее. Уезжают многие, у которых все хорошо в Израиле, прекрасно. Сложилась и профессиональная карьера, и квартиру купили, но и зарабатывают хорошо, например, работают в хайтике. Но многие уезжают, врачи, например, многие уезжают, почему? Потому что им предлагают лучшие условия в других странах, вне Израиля. Кроме того, эти люди, как правило, сохраняют очень тесные и крепкие связи с Израилем. У них здесь остаются родственники, они регулярно приезжают сюда, они поддерживают Израиль из тех стран, где они живут. Нередко, я бы сказал, как правило, бывшие израильтяне, или не бывшие израильтяне, которые живут в других странах, они большие патриоты Израиля, чем многие израильтяне, которые здесь живут внутри страны и никуда не уезжают. Игорь, ваша реакция? Потому что я не говорил о том, что эти люди, которые уехали, они не патриотичны. Я говорил о том, что люди не смогли социально устроиться, о социальной устроенности, о крепких, дружеских, теплых связях, поддерживающих в этой жизни, которые просто так не рвут. Если люди уезжают, значит, эти связи ослаблены. При этом они могут быть действительно патриотами Израиля и сохранять очень хорошее теплое отношение к Израилю. Это одно другому абсолютно не мешает. Но факт, что они разорвали то, что у них было сегодня, и поехали в другую страну, говорит о том, что не только они виноваты, окружение их тоже не поддержало в этом. Ведь существо социальное, он зависит от мнения окружающих очень сильно. Если меня все окружают люди, которые говорят, в Израиле плохо, нужно уезжать, или даже если не плохо, а есть места, где можно устроиться получше, я начну думать в этом направлении. Если меня будут окружать люди, которые говорят мне, как хорошо мы здесь живем, в Израиле, и это единственная страна, где должен жить еврей, и в таком духе, я никуда не уеду. Потому что меня поддерживают в этом, укрепляют в этом мои ближайшие люди, которые ценны для меня, мнения которых я уважаю и ценю. Это не единственная, конечно, причина, но она является определяющей, почему люди уезжают или остаются. Спасибо, Моше. Хочу закончить тем, с чего вы, в принципе, начали. С того, что вот даже тот же самый опрос, с которого мы начали, он был основан на том, что действительно призывал больше к разобщению, чем к сближению людей. И вы на это посетовали, на мой взгляд, очень даже справедливо. Может быть, тут вот наша недоработка? Я бы сказал, что это не недоработка. Это какие-то родовые травмы, не знаю, или родовые, или, может быть, уже последующие травмы и болезни роста. Во всяком случае, это очень серьезная проблема для Израиля, потому что разобщение общества израильского, его даже конфронтация, вы знаете, в случае конфронтации, скажем, те же Харидим устраивают демонстрации, нападают на полицейских, жгут там и так далее, устраивают беспорядки. Это в арабский сектор и так далее. А эфиопские евреи, вы знаете, не так давно это было, такие демонстрации. Вы знаете, это ведет для Израиля, это ведет катастрофе израильского общества. Оно здесь, в этом регионе, фактически находится в изоляции. Если оно не будет внутренне консолидировано, а это зависит прежде всего от позитивного отношения друг к другу, а это, в свою очередь, зависит от политики израильских элит, от политики правительства, от политики тех, кто, собственно говоря, от средств массовой информации, от тех, кто, собственно говоря, создает общественное мнение, создает настроение, создает климат в обществе. Я думаю, с этим Игорь тоже согласится. Ну, я бы сказал, не совсем. Моше прав, действительно, от политиков и средств массовой информации зависит много. Они промывают нам мозги. Но, с другой стороны, общество, как говорят, народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Если мы готовы... Абсолютно согласен. Абсолютно согласен с вами. Если мы вот сами... Они политики, у них своя, собственно говоря, сфера деятельности, которая практически не пересекается с нашей жизнью. Они, политики, пришли во власть для того, чтобы там править, разделяя власть в этот принцип, который никто не отменял, они его очень четко знают. Им не нужно объединение народа. Им нужно разделить народ, чтобы управлять каждым своим сектором. А мы, народ, должны этому, собственно говоря, противодействовать. Если мы начнем эти попытки сближаться сегодня, как правильно сказал Маша, искать не различия в социальных опросах, в каких-то вещах, во всех. Не искать различия, а искать то, что нас объединяет. Мы, в конце концов, придем к этому объединению. Может быть, этого и пожелаем, Маша, в этот праздничный Согласен, абсолютно согласен, да. Согласен, да. Это именно то, что мы должны делать, каждый на своем месте, по отношению к соседям, к коллегам, к знакомым, просто к встречным людям, для того, чтобы как-то изменить этот климат, для того, чтобы изменить эту, пока что, крайне тревожную атмосферу и тенденции в обществе. Маша Кеннигштейн, социолог, доктор Маша Кеннигштейн, руководитель Дома ученых Тель-Авива. Спасибо вам большое. Еще раз с праздником. Спасибо за участие в нашей передаче. Спасибо. Спасибо вам, Игорь. С праздником вас, с праздником всех наших зрителей. Пишите нам, реагируйте на наши странички в Фейсбуке и открытого телеканала. С Днем Независимости. До новых встреч.